Хорошо учиться в Одинцовском гуманитарном институте несложно, в один голос утверждают руководство вуза и студенты. Во всяком случае, для этого созданы все условия. Поэтому сдать сессию на одни пятерки и получить стипендию президента АГИ Александра Георгиевича Гладышева вполне реально. Как говорится, было бы желание. Смотрите, наши отличники, они не высыхшие, не падают в обморок. Нормальные, красивые девушки и мальчики. Правильно же, да? Учиться можно. Учиться, я бы не сказала, что сложно. Просто когда интересно, даже если сложно, все равно хочется это делать. Я бы не сказала, что сложно, но и не скажу, что можно отсидеться и ничего не делать. Просто надо любить это и все. В этом году стипендию президента АГИ в размере 10 тысяч рублей получили 78 студентов. Учащиеся были вознаграждены не только за отличную тягу к знаниям, но и за активное участие в студенческой жизни. В будущем в Одинцовском институте учиться станет еще интереснее, пообещал пришедшим на студенческий праздник Александр Георгиевич. Мы будем дальше еще строить учебные лаборатории, мы будем дальше еще создавать учебные корпуса. Очень-очень много перспектива, огромнейшая нашего института. Совсем скоро первокурсники сами узнают, какова на вкус студенческая жизнь. В этом году обладателями студенческих билетов стали 640 человек. Рекордсменом по числу новобранцев среди всех подразделений вуза оказался колледж. 201 человек приняли из 250. Поэтому мы рады, что правильно оценивают свои возможности и профессию осваивают, начиная со среднего специального учебного заведения, а потом лучшие приходят к нам на второй курс сразу на бакалавриат. Впереди лекции, семинары, зачеты и экзамены. Большинство первокурсников к студенческой жизни уже готовы, хотя все равно смотрят в будущее с опаской. Новые учителя, новые ребята, знакомые, не свои как-то. Надо еще подумать, как к ним подойти, объясниться. Оценки плохие, выгнать могут. Это больше всего пугает. Если бы плохой учебный. Вы готовы приложить усилие, чтобы этого не произошло? Да, я буду стараться. Руководство вуза первокурсников готово успокоить. По статистике, только у 10% студентов первого курса после первой сессии вырастут хвосты. Остальные 90% справятся со всеми испытаниями. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.